Братья и сестры, проповедуя Евангелие, я старался, читая, быть внимательным и видеть разные темы, которые помогли бы мне в жизни правильно идти путем Божьим. И на одну из тем я раньше никогда не обращал внимания, а спустя время Бог обратил внимание, читая Священное Писание, что именно этой истины не хватает в моей жизни. Возможно, в вашей тоже. Я вместе с вами сегодня хотел бы прочитать несколько текстов Священного Писания, поясняющие эту тему. Но первый текст, который явно откроет, я думаю, нам эту тему, а потом остальные тексты будут уже пояснять, что же мы должны делать, чтобы эту тему воплотить в свою жизнь. Я текст Писания хочу прочитать Псалом 34, 27 стих. Посмотрите, как написано. «Да радуются и веселятся желающие правоты моей, и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». Псалом написан человеком, который знал Бога. «Братья и сестры, и он говорит о людях, которые поддерживают его в его немалом деле, но он подчеркивает, что за люди поддерживают его. Он говорит, это те люди, которые говорят непрестанно, говорят постоянно. «Да возвеличится Господь». Я вместе с вами сегодня хочу говорить на тему «Возвеличится Господь». «Да возвеличится Господь». Братья и сестры, мы, люди, на этой земле желаем кого-то возвеличить, но чаще всего желаем возвеличить себя. Что значит слово «возвеличить»? Это значит, есть какое-то величие, но ты желаешь придать этому величию величие большее, и ты начинаешь возвеличивать. Мне пришлось однажды быть в одной семье, большая семья, хорошо знакомая для меня, и я, братья и сестры, с одной стороны мне понравилось, но с другой стороны я заметил эту нашу плотскую склонность. Почему понравилось? Потому что бывает, в семьях относятся друг к другу братья и сестры плохо, говорят друг о друге плохо, а здесь было все совсем наоборот. Мы вот вместе сидим, и этот брат мне говорит, если бы ты знал, мой старший брат – это просто мастер на все руки. Вот то, что мы сегодня имеем, это благодаря ему. Он бизнес поставил на ноги, он его поставил на лыжи, и мы все пошли вперед. Вот, хорошо. А если бы ты знал, какой мой второй брат – это аккуратист. Он все делает настолько точно, четко, ясно, благодаря ему мы научились творческой деятельности в этом бизнесе. А если бы ты знал моего третьего брата – о, я уже все понял, но до папы мы еще не дошли. Вот, если бы мы до папы дошли, я представляю, как бы он папу возвеличивал. Братья и сестры, с одной стороны, неплохо, но я заметил нашу склонность возвеличивать окружающих нас. Братья и сестры, мы способны возвеличивать себя. Когда-то давно, по-моему, Николай Степанович у нас на библейских курсах, когда мы учились, рассказывал один случай из одного молодого человека, который вышел после обучения и сказал такую прекрасную проповедь, при которой и плакали, и смеялись. Она слушалась прекрасно. И когда он закончил свою проповедь, он выходил из-за кафедры, а там стоял такой мальчик-подросток, он стукнул ему под затыльник и говорит, учись как надо. Ну и пошел дальше. Братья и сестры, мы способны возвеличивать себя. Мы способны возвеличивать своих родителей. Мне пришлось однажды на работе встретиться с одной семьей. И раньше полы стелили, знаете, с такого материала, как ДСП. Но была такая проблема, у него часто лопали швы. И вот один молодой человек говорит, мой папа знает состав, который можно сделать так, что пройдешь швы шпателем, и они никогда не лопнут. Я ему говорю, о, интересно, мы сталкиваемся с этой проблемой, скажи, что это за состав? Он говорит, э-э-э, они не лопнут только тогда, когда мой папа своими руками пройдет этим составом. Если ты пройдешь, лопнут. Ах ты ж. Братья и сестры, я посмотрел, как люди способны возвеличивать себя, окружающих. Но в этом тексте псалмопевец говорит, что те, кто окружают его, да радуются и да возвеселятся, и говорят, постоянно возвеличится Господь. Братья и сестры, без всякого научения мы способны возвеличивать себя. Без всякого научения, а иногда и надо научить, мы способны возвеличивать родителей, наших братьев, кого-то из людей. Но насколько мы научились возвеличивать в жизни Бога? Вы знаете, братья и сестры, я понял, что это самое ценное, что должно быть в моей жизни, возвеличивать Бога во всех обстоятельствах моей жизни. Братья и сестры, не себя, не свои таланты, способности, все это от Бога, возвеличивать его. Братья и сестры, и я сегодня хотел с вами обратить внимание на три текста Священного Писания, чтобы Бог желал, чтобы мы в нем возвеличивали. Эти три текста Писания нам откроют это, и мы кратко поговорим о каждом из них поочередно, прочитаем заключительный текст и вместе с вами помолимся. Братья и сестры, после первого прочитанного текста, следующий текст читаю, книга числа, 14 глава, 17 стих. Книга числа, 14 глава, 17 стих. Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря. На этом остановлюсь. Братья и сестры, что за случай это был? Это был случай, когда народ израильский пошел для того, чтобы осмотреть землю, были посланы соглядатые, и они, осмотрев ее, пришли, рассказали, как прекрасна эта земля, но говорят, мы не способны взять ее. И Иисус, сын Навин, говорят, да, мы не способны, но Бог сказал, он поможет, давайте пойдем и возьмем ее. Но народ израильский, как мы уже сегодня слышали, говорит, мы как саранча были в глазах их, это великаны, сыны, сильные. А Бог сказал, пойдете и возьмете. И они начали унижать силу Божью. Говорит, мы взять не сможем. Братья и сестры, здесь сразу хочу сказать, почему унижается сила Господня в нашей жизни? Потому что, попав в ту или в другую ситуацию, мы смотрим на свои способности, на свои данные. И мы смотрим и говорим, мы не сможем. Братья и сестры, и унижаем Господа. А Бог говорит, я смогу. И я тебя послал, чтобы через тебя сделать это дело. Но этот народ, который был послан, унижал Господа. Они говорили, мы не сможем. И Бог захотел поразить их. И Моисей пал пред Богом. И говорит, не надо, Господи. А Бог ему говорит, я из тебя произведу великий народ. А этот народ истреблю. Они жестоковыны. И вдруг Моисей говорит, Господи, а что скажут народы, которые знают, что ты вывел свой народ? Они скажут, не ввел в землю обетованную. Не надо этого делать. Пусть возвеличится сила Господня, как ты сказал, что ты долготерпев, милостив. Пусть твоя милость проявится к этому народу и твое долготерпение. Пусть твоя сила возвеличится. Что мне очень нравится, братья и сестры, в Моисее, здесь предоставилась ему возможность блеснуть в истории. Знаете, чем? Бог говорит, весь народ истреблю, а от тебя произведу великий народ. Вы представляете, братья и сестры, прошли бы годы, не было бы народа израильского, не были бы израилетяне. Я не знаю, Моисеевцы, или как бы их называли этот народ, если бы Моисей в тот момент согласился. Но Моисей не желал своего величия. Он не желал, чтобы от него произошел народ. И Бог знал, поэтому он его поставил ходатаем. Бог знал, что в нем есть такое доброе качество возвеличивать Господа. И он говорит, Господи, не надо от меня производить народ. Пусть во всех народах сила Твоя прославится и возвеличится. Пусть все народы смогут сказать, возвеличилась сила Господня. Бог милостивый, долготерпеливый, ввел народ израильский в землю обетованную. Вы знаете, братья и сестры, в нашей жизни часто Бог являет свою силу. Выводит нас с различных обстоятельств. Но иногда мы присваиваем это себе. Иногда эту силу и это могущество мы присваиваем себе и говорим, вот я сделал так, вот я так решил, вот я так смог. Братья и сестры, не я так смог. Да возвеличится сила Господня. Вы простите меня, но я бываю иногда очень искренне, и может быть не все надо говорить с проповеди, но скажу один случай, который произошел в моей жизни. Мы ехали на библейские курсы с одним братом, а он такой любитель истории. И он открыл в интернете один рассказ одного брата, который был участником во время гонений и немало сделал. И он говорит, давайте, братья, послушаем, поназидаемся этой историей. Ну давайте. Вы знаете, братья и сестры, спустя некоторое время я его попросил, говорю, Иван, выключи, пожалуйста. Он мне говорит, Славик, а что такое? Я говорю, пожалуйста, я... А знаете, братья и сестры, почему? Ну там было о чем рассказать. Но когда этот брат рассказывал, вот я предпринял, опять рассказывал, я догадался, я понял, как надо сделать. Я, 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 я... Я ему говорю, выключи. Ты знаешь, я с этим в своей жизни борюсь. Не я. Да возвеличится сила Господня, сказал Мойси. Вы знаете, братья и сестры, это не только проблема одного человека, это наша массовая проблема сегодня. Во всех обстоятельствах жизни, когда Бог явил свою нам милость, мы пытаемся сказать Я. Вот здесь Я был участником. Когда моя жена была в реанимации, и после Бог дал милость ей выйти с этого положения, и мы приехали в Краснодар, и уже забирали ее с Краснодара, пришли врачи, и мы говорим, как силен Бог, Он оставил ее в живых. А до этого один из врачей, который приходил, он сказал, в вашей жизни произошло два чуда. Первое чудо, что она жива, второе чудо, что у нее осталась память. И, конечно, мы же опять поддержали эту истину, мы говорим, слава Богу, Бог явил свою силу. Вы знаете, братья и сестры, один из врачей стоит и с таким обиженным лицом говорит, а мы что, ничего не делали? Нет, почему делали? Мы и вам благодарны за ваши старания, за все. Но если бы Бог не дал жизнь, вы бы ничего не сделали. Братья и сестры, как мы желаем возвеличить свою силу, свои способности? Мне очень нравится, как Моисей, он не себя желал возвеличить, он говорит, да возвеличится сила Господня. Братья и сестры, последний пример, который я хочу рассказать, и мы приступим к второму тексту Писания. Вот эта мысль мне открылась при посещении одного пожилого брата, больного брата, с вечерей. Мы приехали к нему, и перед вечерей он мне задал вопрос, ну расскажи, как в церкви, а потом, это было летнее время, расскажи, как в лагере. Может быть, вы знакомы с тем, что в лагере мы испытали некоторое притеснение вначале от властей, а потом приехал губернатор края в лагере. И вот я ему это все рассказываю, что приехал губернатор, что так вот, знаете, добродушно отнесся к нам, расположенным сердцем, потом дал добро к продолжению лагеря. И вы знаете, он сидит и говорит, слава Богу, велик Господь. Мне очень понравилось это. Но вдруг посетила меня братья и сестры следующая мысль. Я ему говорю, скажите, а что бы мы сказали, если бы губернатор приехал и сказал, не будет здесь лагеря. Собирайтесь и уезжайте, что бы мы сказали. Вы знаете, братья и сестры, мы попали в такой тупик, в ступор. А что бы мы сказали? И такое ощущение, как будто у Бога нет силы. Тут мы увидели явно силу Божию, мы готовы ее возвеличить. А если бы было иначе, способны ли бы мы были возвеличить силу Господню и сказать, Господи, слава Тебе, значит, Ты так решил. Значит, Ты готов нам открыть какие-то новые рубежи, какие-то новые границы, которых мы не знали. Братья и сестры, почему я об этом говорю? Потому что мы, христиане, иногда научились славить и возвеличивать силу Господню, когда все хорошо. Но вот как только вдруг в нашей жизни наступают какие-то трудности, такое ощущение, как будто силы у Бога не стало, и мы не готовы ее возвеличивать. И вот, когда народ израильский шел и вошли в море, а народ египетский погиб, братья и сестры, вы помните, что Мариам сделала? Песнь воспела. Она возвеличивала Бога в этой песне, народ израильский подпевал, а потом они только вошли опять в проблемную ситуацию, не стало воды, они сразу возроптали. А где та песня о силе Господней, которую вы пели вчера? Я вам скажу, братья и сестры, одна крайность, что мы возвеличиваем себя, другая крайность, мы возвеличиваем силу Господню только тогда, когда Бог сделал так, как мы хотели. только тогда, когда Бог своей силой угодил нам. А когда Бог сделал иначе, мы не готовы возвеличивать его силу. Братья и сестры, да благословит нас Господь, возвеличивать силу Господню всегда. Он достоин славы и хвалы. Читаю второй текст Священного Писания, записанный в книге Псалтырь, тоже Псалом 137, второй стих. Псалом 137, второй стих. Это тоже Псалом Давида. Сейчас мы увидим его и вместе с вами прочитав, увидим, что же желал Давид возвеличивать в Господе. Здесь он говорит последние слова такие, ибо ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Ты возвеличил Слово Твое. Братья и сестры, нам с вами дана Библия, Слово Священного Писания. Я скажу, что это слово мы с вами можем возвеличивать и говорить о нем как о Божьем Откровении, а иногда, когда вдруг нас это слово не устроило, к сожалению, бывают даже верующие это слово унижают. Я встретился однажды с одной сестрой, которая неоднократно читала Священное Писание, но она как бы сестра приближающаяся, уже давно приближающаяся в нашей Церкви. И знаете, ей очень не нравится послание апостола Павла. Особенно те места, где он строго высказывается. Вообще строгие места ей вообще не нравятся. Когда речь идет в Библии о страхе Божьем, о том, что апостол Павел где-то говорит, что Господь есть огонь поедающий, о строгости в Церкви, о которой он говорит, вдруг вот она читает эти тексты Священного Писания, и она мне говорит, ты знаешь, Лавик, я тебе одно хочу сказать. Я думаю, что не все тексты и я говорю, не понял. Она говорит, вообще сердцем не приемлю, что говорит Павел. Он говорит, был приверженец восточной культуры, и вот он ее пытался внедрить в Церковь. И поэтому это его особенность, которая осталась при нем, и Церкви нынешние не должны воспринимать эту особенность. Я говорю, хорошо, а мне может еще чего-то не нравится в Божьем Слове. Давайте и следующую особенность устраним. Мне может в Моисеи что-то не нравится, а другому еще что-то не понравится в Слове Писания. Давайте все будем тогда устранять с этого слова. Братья и сестры, почему слово вдруг стало не Богодухновенно? Нам здесь что-то не нравится. Вы знаете, братья и сестры, один человек очень точно сказал, не надо подстраивать Писание под свою жизнь, надо свою жизнь строить по Писанию. Иногда нам здесь что-то не нравится, и мы хотим как-то обойти эти углы, которые нам не нравятся. Но псалмопевец говорит, что Бог возвеличил слово свое превыше всякого имени. То, что сказано Богом, что нам дано, братья и сестры, это выше всякого имени. И какое бы имя человеческое не попыталось унизить это слово, и не попыталось написать критику на это слово, Бог свое слово возвеличил выше всякого имени на земле. братья и сестры, возвеличиваем ли мы Божье слово? Или наоборот, нам здесь что-то не нравится? Что значит возвеличить, братья и сестры? Время идет очень быстро. Об одном хочу сказать. Человек может возвеличить Божье слово исполнением его. Что это значит? Когда Бог сказал Ною, чтобы он сделал ковчег, братья и сестры, я убежден, что сделав ковчег, Ной возвеличил слово Божье. Знаете почему? Потому что написано Ной сделал все так, как повелел ему Господь. Возвеличить Божье слово сделать так, как сказал Бог. Как сын может возвеличить своего отца? Когда отец ему сказал, сынок, ты пойдешь и сделаешь вот так, вот так, и вот так. Сын пошел и сделал. Все видят, что сын возвеличил своего отца послушанием ему. Возвеличить Божье слово, братья и сестры, это не просто слова, это исполнение. Мне очень нравится Моисей, написано, что он сделал по тому образцу скинию, как сказал ему Господь. Он не просчитывал, Господи, а выгоднее подпилить иначе, а размеры лучше уменьшить, потому что ткани принесли не такие. Нет, раз так сказал Бог, будем делать так, как сказал Бог, и он своей жизнью возвеличил Слово Божие. Братья и сестры, если вы хотите возвеличить Слово Божие, о нем надо говорить не только высоко, его надо притворять, свою жизнь, и окружающие должны видеть это. Третий текст Священного Писания, который я читаю, Евангелие от Луки. Это случай, когда Евангелие от Луки, 1 глава, 58 стих, это случай, когда у Елизаветы родился Иоанн Креститель, братья и сестры, и в этой главе соседи, увидев, что произошло, тоже возвеличили Господа. 1 глава, 58 стих, посмотрите, как сказано. И услышали соседи ее и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. возвеличил милость свою Господь. Братья и сестры, по милости Господа мы с вами живем, по милости Господа мы существуем, по милости Его мы не исчезли, и эту милость мы должны возвеличивать. Вы знаете, я себя неоднократно ловлю на следующей проблеме. Когда я куда-то выезжаю в дорогу, я очень тщательно молюсь, Господи, благослови, стараюсь молиться, не забывать, благослови путь, дорогу, храни. А вот когда приехал, я забываю это делать. Бывает вышел, слава Богу, и пошел домой. А бывает вышел, увидели там дети, все, встреча, и забыли. Братья и сестры, а ведь то, что мы с вами проехали, это наше достижение благополучное, или это милость Божия. Я вам хочу сказать, стоит возвеличить милость Божия. Господи, ты помиловал меня и сохранил, благодарю тебя. Вы знаете, братья и сестры, я встречался с такими случаями, когда братья бывают, имеют очень большой опыт, и вот ехали по одной и той же дороге, и у одного получилось поехать благополучно, а другой попал в ДТП, и ему говорят, сколько ездишь? Год, два, если бы у тебя опыт был, в смысле, тогда бы проехал, а бывает и опытные попадают. Братья и сестры, ведь все, что в нашей жизни происходит, если было благополучие, это милость Божия, и не иначе. И его милость мы должны возвеличивать. Мне очень нравится, братья и сестры, Псалом, милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Братья и сестры, помните вы милости Господни, возвеличиваете ли вы Бога за все его милости, явленные вашу жизнь. А ведь милостью его мы живем. И по милости его и любви мы войдем в Царство Небесное. У нас в церкви, рассказываю сейчас последний пример, потом читаю текст, и мы молимся, совсем недавно была скорбь. В одной семье, хотя у него уже отдельная семья, в прошлом это семья пресвитера церкви Петра Мороза, ушел в вечность молодой парень, ему было 30 лет, Тима. Он два дня не дожил до своего дня рождения, ушел в вечность. И никто не ожидал, что все будет так быстро, у него была болезнь сердца, никто ничего не знал, все произошло просто мгновенно. И его брат имел последнюю беседу с ним, когда привез его в больницу. Он говорит, Тимофей, брат мой, скажи мне, ты готов к встрече с Богом? Он посмотрел на меня и говорит, Ваня, по милости Божьей, только на милость его уповая, никаких дел не приемлем. И на его похоронах было очень много рассказано, сколько добродетелей он явил. Он был такой, знаете, не сказать, чтобы человек, кажется, с первого взгляда активный, спокойно сидел сзади, но оказался человеком отзывчивым, и так много было добрых свидетельств о тех местах, где он бывал, где служил, как в церкви жил. И вдруг он говорит такие слова, на милость Божия, Ваня, уповая, по милости его только войду туда. Братья и сестры, есть, что возвеличить в Господе. Мы сейчас сказали с вами это силу Господню, мы сказали Слово Его и милость Его. И апостол Павел в послании к филиппийцам пишет такие слова, первая глава, двадцатый стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем постромлен не буду, и при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Братья и сестры, заметьте, чего желал апостол Павел? Он желал, чтобы в жизни или в смерти возвеличился Господь. Ни Он, ни Его достижения, ни Его успехи, а возвеличился Господь. Я желаю вместе с вами помолиться, братья и сестры, чтобы вся наша жизнь возвеличивала Господа. И когда Он усмотрит переход, пусть и переход возвеличит нашего Господа. Ему слава за все. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok